Здравствуйте! В эфире «Главное время местное». Сегодня в выпуске. Параолимпийский урок в Красном Сулине и большой спортивный праздник в Милютинской. А также интересная информация и некоторые короткие новости. Параолимпийский урок провели в межпоселенческой библиотеке для школьников Красного Сулина. Ребята не заучивали новых формул и теорем, но те знания, которые они получили, важны не меньше. Главное правило дети запомнили навсегда. Никогда не пасовать перед трудностями. И здоровый дух может быть не только в здоровом теле. На необычном уроке побывали и наши красносулинские коллеги. Основоположником параолимпийских игр считают нейрохирурга Людвига Гудмана. Сегодня о нем и многих других рассказывали детям в межпоселенческой библиотеке. Основная идея всего, что что бы ни случилось в жизни, все можно преодолеть. Вот на примере ребят параолимпийцев я бы хотела это донести до гимназистов, чтобы они не терялись в жизни, чтобы преодолевали, чтобы набирались сил, имели такую же силу духа, как и параолимпийцы. Таких подробностей современные красносулинские гимназисты, говорят, не знали. Паралимпийские игры изначально были задуманы как соревнования для людей с повреждениями конечностей, то есть парализованных, да, вот пара, парализация. Затем, когда в соревнованиях паралимпийцев стали участвовать люди и с другими ограничениями в здоровье, то есть слепые, глухие, то переосмыслили название паралимпиады и тогда это стало означать, что близко к олимпиаде, одновременно с олимпиадой проходят эти соревнования. На опыте земляков с ограниченными возможностями, которые смогли преодолеть способности собственного организма, понимаешь, если есть сила воли, нет ничего невозможного. Мы должны самое главное брать пример с этих людей, что мы не должны отчаиваться, даже если у нас получился какой-то очень плохой инцидент. Мы не должны опускать руки, мы должны двигаться дальше. Подобные паралимпийские уроки состоятся во многих школах города и района со специально подготовленными презентациями о жизни знаменитых российских паралимпийцев. И пускай у нас в городе не живут спортсмены с ограниченными возможностями, и в Сочи из Красного Сулина участвовать в паралимпиаде не поедет никто. Однако болеть и поддерживать спортсменов наши школьники будут активно. Морально красносулинцы готовы болеть за всю страну. Поскольку речь зашла о паралимпиаде, напомню, зимние паралимпийские игры в этом году пройдут в Сочи с 7 по 16 марта. Талисманами выбраны Лучик и Снежинка. Игры будут проведены на тех же аренах, которые будут использованы на зимних олимпийских играх. В соревнованиях примут участие спортсмены из 47 стран. Будет разыграно 72 комплекта медалей в пяти видах спорта. В станице Милютинской провели большой спортивный праздник. В планах у администрации и дальше развивать спортивную базу, построить стадион и малозатратный спортзал. Но это впереди. А сейчас власти не только наградили тех, от кого зависит спортивная слава Милютинского района, но и проверили их на прочность. Подробности у Надежды Перепелицы. Фойе у входа в спортзал – награды милютинских спортсменов, завоеванные в зональных и областных соревнованиях. Тренеров и педагогов школы района, чьи воспитанники добились высоких спортивных достижений в минувшем году, лично поздравили глава района Алексей Королев и председатель районного собрания депутатов Алексей Азирин. Это мероприятие проводится у нас впервые в районе. Мы надеемся, будем проводить его минимум два раза в год. Как всегда было замечено, самые сильные команды – это те команды, которых называют дворовые команды, где ребята начали сыгрываться с самого умальства. И при нашей поддержке сегодня пытаемся вывести их на нужный уровень. Мы обращались и к министру спорта нашему. Сегодня потихонечку налаживаем, берем, делаем проектно-сметную документацию. Будем делать современный стадион, современный малозатратный спортивный зал. Вот все это будет здесь в центре станицы Милютинская. Благодарственными письмами главы района и денежными премиями отмечены главы Селивановского и Маньково-Березовского сельских поселений. Вспомнили и о ветеранах спорта Николае Ордынском и Юрие Ткачеве, игравших за сборную района по футболу в 70-е и 90-е годы прошлого века. Их традиции бороться и побеждать продолжает сегодня нынешний состав игроков Милютинской футбольной команды «Луч», которая глава района в знак признания спортивных заслуг вручил новую форму. Лариса Данченко, учитель физкультуры Милютинской средней школы, тоже в большом списке награжденных. В прошлом году она завоевала звание «Учитель года». К победе учителя прибавили наград ее ученики. За многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения, развитию физической культуры спорта, благодарностями Милютинского районного собрания депутатам и денежными премиями награждается. Учитель физической культуры Селимановской средней школы Остапущенко Владимир Евгеньевич. Не стареет душой ветерана и всегда находится в строю. Мы старшее поколение. Уникальным событием в спортивной жизни Милютинского района стал футбольный матч, в котором команде учителей и тренеров противостояла команда из руководителей и специалистов администрации района и сельских поселений. Капитаном команды «Победа» выбрали главу района Алексея Королева. Игра была острой, захватывающей и для игроков, и для многочисленных болельщиков. Ни одна команда не хотела отдавать победу соперникам. В итоге счет 4-4. Начало доброй инициативе положено, а отыграться еще успеют и те, и другие. Надежда Перепелица, Михаил Космынин, специально для Южного региона. В продолжении о спорте в Милютинском районе. С марта по июнь этого года с целью повышения эффективности семейной политики среди молодежи в Ростовской области проводится конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья». Первый этап муниципальный пройдет с 3 марта по 30 апреля. Заявку спортивные семьи могут подать до 2 марта. Далее новости короткой строкой. Зимняя Олимпиада в разгаре, а в Красном Солине она уже завершилась. В гимназии номер один провели церемонию закрытия – грандиозное шоу для учащихся начальных классов. Десять дней юные гимназисты жили и учились по особому расписанию, презентации, олимпийские уроки, спортивные соревнования. И пусть не все стали победителями, главное – это участие, которое воспитывает стремление к победе. А еще укрепление здоровья, чтобы в будущем эти дети могли стать настоящими олимпийцами. Новошахтинская школа номер один провела семейную Олимпиаду. Воспитанники привели на старты своих родителей. Как оказалось, зимние виды спорта настоящим олимпийским семьям подвластны даже в закрытых помещениях. Флажок заменил огонь в эстафете, кресло на роликах заменило сани Бобслия, корзина стала мишенью в биатлоне, гладкий полспорзала заменил лед в хоккее, а швабра – щетку в керлинге. В итоге третье место у Гоголевых, второе – у команды Сюрис, а лидером стала семья Бобрышевых. Но главная победа – она для всех. Здоровые дети в здоровой семье. На днях Олимпийские игры были открыты и в детском саду «Улыбка». Маленькие белокалитвенцы впервые в своей жизни узнали, что такое Олимпиада. Дети учились состязаться в духе дружбы, уважения и честной борьбы. Олимпийские символы юным спортсменам загадывали загадки, давали спортивные задания и сами показывали примеры ловкости. А победителям вручили настоящие Олимпийские медали, сделанные воспитателями и родителями. Вечернем информационном часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова